В очередной раз в последний весенний месяц Атамань стала центром притяжения творческих кубанских коллективов. В самой большой казачьей станице тысячи жителей и гостей края собрались вместе, чтобы отметить 1 май и открытие туристического сезона. Побывали там и наши корреспонденты. Уникальная казачья станица расцвела флагами всех муниципальных образований края. Не так давно Атамань выросла буквально в чистом поле, а сегодня одно из самых популярных мест в крае. Гуляния в этом году проходят с особым размахом, ведь впервые на гостеприимной Таманской земле состоится народный фестиваль «Маёвка». Несмотря на дождливое утро, в музее под открытым небом было многолюдно, а атмосфера вокруг царила тёплая и дружеская. С самого раннего утра начали свою работу курини всех районов края. Там гостей ждали до позднего вечера. С утра над куренями клубился дымок. На уличных печах гостеприимные хозяйки готовили угощения для посетителей. Гости пробовали различные блюда, вкусные пирожки с пылу, с жару, ели традиционный кубанский борщ по старинным рецептам и пили ароматный чай. Много гостей посетили Курень Славинского района, где их встречал коллектив под руководством начальника управления культуры Галины Черноусовой. Все желающие могли сфотографироваться на фоне необыкновенного дерева, украшенного гармониями, полюбоваться на цветущие ухоженные клумбы и просто поговорить в тёплой атмосфере за чашкой горячего чая. Каждое подворье – произведение искусства, которое представляет собой кубанские традиции. Уникальны в Куренях предметы казачьего быта – посуда, мебель, самовары, кубанские печи, поделки ручной работы, украшения, костюмы, музыкальные инструменты. Всё это подготовлено специально для этнографической выставки кубанских подворьей. И то, что с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт. Каждый, кто приехал в Атамань однажды, обязательно вернётся сюда снова. Так и Зинаида Тимошенко приехала из Краснодара уже во второй раз и уверена, что не в последний. Радостно очень. Я люблю кубанские песни. Где их ещё услышишь, как не здесь? Поэтому очень нравится. В полдень все гости Атамани собрались на центральной площади Майдан для того, чтобы встретить участников первомайской демонстрации. Под музыкальное сопровождение пяти ведущих духовых оркестров Кубани праздничная колонна с шарами, флагами и цветами начала своё движение от рыночной площади Дурница. В шествии колонны приняли участие представители всех муниципалитетов края, учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, а также взрослые, дети, герои мультфильмов, сказок и даже талисманы зимних игр 2014. Участники каждой делегации были одеты в нарядные костюмы, несли транспаранты с яркими лозунгами и кричали звонкие речёвки. Славинский район представляли ансамбль самородок, духовой оркестр, сотрудники учреждений культуры и волонтёры. Возглавил колонну преподаватель детской школы искусств имени Пономаренко Славинска-на-Кубани Виталий Соседко. Славинский район, визитная карточка района предприятия Садки Ган, самый большой в России и Европе. Север, благодатный, веселок, впереди, у нас планеты, лучший славинский район! Со сцены у станичного правления на Майдане демонстрантов приветствовала министр культуры Краснодарского края Галина Солянина. Сегодня тот самый день, когда мы с вами можем сказать друг другу спасибо. День, когда мы, как и десятилетия назад, идём вместе, плечом к плечу, одной большой многонациональной семьёй. С праздником, дорогие товарищи! По окончанию демонстрации на главной площади этнокомплекса грянул оркестр. В составе Сходного духового оркестра Краснодарского края под руководством заслуженного артиста России Юрия Донченко играли музыканты Народного духового оркестра Городского дома культуры Славинска-на-Кубани под руководством Алексея Рябченко. Во второй половине дня Первомайской маёвки из-за туч появилось солнце. Над Атаманью разлились весёлые народные песни, исполненные артистами Краснодарской государственной филармонии имени Пономаренко, Сочинской филармонии, творческого объединения премьера ансамбля «Казачья душа». Сотни зрителей наслаждались звонким пением и яркими костюмами кубанских исполнителей, пели и танцевали под кубанские мелодии. Словом, на сцене амфитеатра было на что посмотреть. Марина Бабакова уже не впервые приехала в Атамань из Славинска-на-Кубани и в очередной раз осталась довольна. День замечательный, настроение великолепное. Даже то, что дождик помочил нас немножко, он не испортил нам никаких впечатлений. Каждый год, когда приезжаем сюда, в любое время, весной, осенью или летом, мы видим очень много нового, очень много интересного. Замечательный концерт, очень много людей, которые приехали сюда, может быть, в первый раз, им всё интересно. И вы, которые приезжаем сюда уже не первый раз, нам тоже каждый раз всё это интересно. Но не только в амфитеатре было многолюдно. Тысячи приехавших продолжали путешествовать по Таманской земле. Хата винодела, дом рыбака, подворье пекаря. Что только не встречали они на своём пути. Влюблённые даже могли пожениться в подворье управления ЗАГСа. Кубанскому роду нема переводу, зазывали всех желающих хозяева куреня. После согласия на свадьбу, молодожёны получали шуточные свидетельства о заключении брака с импровизированной печатью о Таманской станице. Метрику о том, что их дети, нынешние или будущие, настоящие кубанские казаки и после традиционного горька отправлялись в счастливую семейную жизнь. Самых активных ждали принять участие в играх на свежем воздухе, настоящих казачьих забавах. Это весёлая лыжня, закрутиха, перетягивание каната, бои подушками и другие развлекательные игры. Задорно и весело, смеясь и улыбаясь, несмотря на ошибки, гости снова и снова пробовали одержать победу. И дело даже не в призах. Самое главное – хорошее настроение и положительные эмоции. На территории всей кубанской станицы царила праздничная атмосфера, играла музыка и слышался звонкий смех. На площади Дурница вовсю гуляет народ. Сразу видно, что май, труд и свежий воздух рисуют улыбки на лицах людей. И взрослые, и дети, все, кто приехал на фестиваль «Маёвка», остались полны впечатлениями. И гости из Олимпийского Сочи тому не исключение. Мне всё очень сильно понравилось. Я впечатлена. Я даже не знала, у меня куча эмоций. Я первый раз сюда приехала, и знаете, я не ожидала такого видеть. Здесь всё потрясающе. Я просто счастлива, что я здесь. Из далёкого Алтайского края впервые на Кубанскую землю на праздник Первомая в Атамань приехала Надежда Погорелова. По её словам, лучшего места, чем здесь, просто не найти. Я впервые на Кубани. Вот есть такие друзья, которые меня пригласили. Мне очень здесь понравилось. Я в шоке. Вот мне кажется, что это сказка. Я никогда не была, вообще никогда не была на Кубани. Холодный Алтайский край, да, где холодно. А здесь тепло, и вообще всё очень красиво. Я вообще не знала, что такие мероприятия проводятся здесь. Всё замечательно, здорово. Атмосфера фестиваля «Маёвка» подарила участникам и гостям добрые и искренние эмоции. Атамань продолжает принимать посетителей, и пока сезон открыт, он обещает быть насыщенным, яркими и интересными событиями. А вы были на Атамане? Если нет, то в ближайшие выходные собирайтесь в дорогу, и вы не пожалеете. Надежда Неткочева, Михаил Варгулёв. Программа «События». Продолжение следует...